Всем привет! Хочу показать, как создавать опросы на платформе для создания опросов. Для этого нужно войти в систему, нажав на кнопку «Войти» либо нажав на кнопку «Войти» на главной ссылке. Нажимаем, вводим логин, пароль и переходим в раздел «Опросы» — «Облачный». Вот. Здесь мы видим панель управления опросами. Что здесь можно сделать? Здесь можно изменить параметры отображения, нажав на ключик. Здесь можем поменять количество опросов, которые мы будем отображать на страницу. Меняем, нажимаем «Ок» — «Все хорошо». Также здесь есть поле поиска. Поле поиска служит для ввода какого-нибудь ключевого слова, к примеру, «СПО». Так, вводим «СПО». Пардон. И у нас отображается только тот опрос, в котором у нас попадается слово «СПО» в названии. Для того, чтобы очистить поле поиска, нажимаем на корзину. Видим полностью весь список. Для создания опроса необходимо нажать на знак «Плюс». Нажимаем. Открывается окно с параметрами. В параметрах необходимо ввести название опроса, «Вопрос опросов», к примеру, ввести какую-то краткую аннотацию, выбрать количество вопросов, которые будут в данном опросе, например, «2». Указать длину ответа в свободном ответе в вопросе опроса. То есть это нужно для того, что если мы хотим, чтобы у нас пользователи вводили свой произвольный ответ на вопрос, и нам нужно ограничить его длину, выбираем эту длину. К примеру, пусть будет 30 символов. Выбрали 30 символов. Следующий параметр «Обрезать ответ в облаке» отвечает за то, что если у нас ответ слишком длинный, и из-за этого облака долго отрисовывается, мы можем его заранее обрезать. Для этого выбираем «Да». В итоге у нас ответ будет обрезан до 10 символов, а при нажатии на ответ можно будет посмотреть его полную версию. Сохраняем. После сохранения наш опрос появляется в списке опросов. А здесь, при условии, что у нас опросник еще не заполнен, вводится сообщение об ошибке о том, что не все вопросы заполнены. Теперь нам нужно его наполнить вопросами. Для этого нам необходимо нажать на знак «Вопросы». Попадаем в следующий раздел. Здесь мы можем наполнять вопросы для нашего опросника. Нажимаем на «Плюс» и заполняем параметры вопроса. Первый параметр – это свободный ответ на вопрос. Если мы выбираем «Да», то пользователь у нас может указать свой вариант ответа на вопрос. К примеру, вот так «Вопрос для ответа». Либо там что-нибудь еще заполняем, сохраняем. Появился в списке. Добавляем следующий. Выберем вопрос с фиксированным вариантом ответа. Вводим вопрос. И выбираем количество ответов, которые можно задать для данного вопроса. Пусть будет два. Сохранили. Как только мы заполнили все вопросы и их количество равно количеству, указанных в параметрах опроса, то у нас пропадает значок «Плюс». Так как мы выбрали второй вопрос с фиксированными ответами, то нам необходимо заполнить ответы на данный вопрос. Нажимаем на данный значок и переходим к «Наполнению ответами». Нажали. Также нажимаем «Плюс». Ответ 1. Выбираем порядковый номер. Сохранили. Плюсик. Ответ 2. Выбираем порядковый номер. Сохранили. Все. Теперь переходим назад. Наш опросник уже создан. Теперь что мы можем сделать? Мы можем предоставить нашим слушателям ссылку для прохождения опроса. Ссылку можно как скопировать, просто выделив его и скопировав с помощью обычного меню. Нажав на кнопку «Копировать», после нажатия на кнопку у нас появляется сообщение о том, что ссылка у нас удачно скопирована. Нажимаем «Ок». Либо же можем сгенерировать QR-код. Для генерации QR-кода нажимаем на данную пиктограмму. У нас появляется наш QR-код со ссылкой на конкретную страничку. Можем его сохранить, вставить куда-нибудь в презентацию. Нажимаем правой кнопкой мышки «Сохранить изображение как». Сохраняем. Вот оно у нас готово. Открываем. Вот наш QR-код. Можно его редактировать. Размещать где-либо. Ну и прочее. Все, что хотите. Нажимаем «Ок». Теперь посмотрим, как выглядит страница для прохождения опроса со стороны слушателя. Вот. Копируем ссылку. Переходим. Вот он наш опрос. Вот так видит пользователь наш опрос. Вводим первый ответ. После того, как мы ввели в текстовое поле, можем щелкнуть либо на любое свободное поле окна, либо перейти к ответу на второй вопрос. И как только у нас изменяется цвет заголовка карточки, у нас ответ сохранен. И уже записан в базу. После нажатия на кнопку «Завершить опрос», у нас генерируется новая попытка. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, к примеру, у нас за одним компьютером сидит несколько пользователей. И каждый пользователь хочет дать ответ на данный опрос. Плюс еще один вариант использования на тот случай, если у нас вдруг оборвалась связь, либо вдруг случайно закрыли страничку, все данные, которые мы дали здесь, будут сохранены. К примеру, обновим страницу. Во-первых, видим вопрос. Сохранились. Обновляем страницу. Поле заполнено. Ответ уже в базе. Завершаем. Сейчас набьем несколько вариантов. К примеру, пока достаточно. Теперь посмотрим, как выглядит статистика. Посмотрим мы, наверное, даже на примере данного опроса. Для просмотра статистики можно либо скопировать ссылку, перейти по ней, либо скопировать ее с помощью кнопочки копирования ссылки. Ссылка скопирована. Либо нажав на кнопку перехода. Нажимаем на кнопку перехода. Попадаем в поле статистики. По умолчанию статистика отрисовывается в виде облака. Параметры отрисовки можно отредактировать в панели параметров, нажав на крестик, на ключик с отверткой. Нажимаем. Что здесь у нас доступно? У нас здесь доступен выбор вопросов. В том случае, если у нас было более чем один вопрос. По умолчанию открывается первый вопрос. А также у нас возможно изменить вид. По умолчанию вид в виде облака слов. Можем отобразить все это дело в виде карточек. Для этого выбираем карточки. Нажимаем ОК. Получаем список карточек. В параметрах в виде облака слов у нас немножко побольше параметров для регулировки. Здесь мы что можем сделать? Мы можем выбрать длину, на которую будем обрезать наши слова в облаке. К примеру, пусть будет 10 символов. Выбираем 10 символов. Облако перерисовывается. Те данные, которые у нас были длиннее 10 символов, отрисовываются с треточием. Те данные, которые были короче, либо равны 10 символам, они отрисовываются без треточия. К примеру, мы хотим посмотреть, что у нас это за ответ. Для этого наводим на него мышку. В маленьком окошке у нас выводится количество повторений. Если мы кликнем по слову, то у нас выведется окошко со статистикой по этому ответу. Здесь мы можем увидеть, что ответ новой программы у нас попадался два раза. Что здесь еще доступно? Здесь мы можем поменять соотношение шрифта у слов в зависимости от их повторения. К примеру, один к пяти. И у нас опять перерисовывается облако. Облако немножко видоизменилось. Также здесь можно поменять анимацию. То есть, либо в каком-то определенном соотношении, либо все разом анимеряем. К примеру, выбираем один к трем. Можно поменять межстрочный интервал от авто до одинарного, либо двойного. Также можно поменять временную длину анимации. К примеру, поставим анимацию полсекунды на каждое слово. И в принципе, наверное, все. Можно сделать обрезку чуть-чуть подлиннее. Тогда у нас будут более длинные фразы. Вот. Можно попробовать все это дело увеличить. Если вдруг необходимо просматривать более крупное облако. Но нюанс в том, что при изменении размера окна каждый раз облако будет перерисовываться. Возможно, это не совсем удобно. Но так как есть стопроцентный размер перерисовалось. Что здесь еще есть? Здесь есть статистика. Нажимаем на данный значок и смотрим. Здесь у нас в окошке сказано, что всего у нас в данном опросе данных 73 ответа. Из них совпадающих 4 ответа. И выводим перечень совпадающих ответов. В принципе, все. В том случае, если у нас было несколько вопросов, окошко выглядит чуть-чуть по-другому. Вот наш опрос, который мы ранее создавали. Также проваливаемся в статистику. В параметрах. Вопрос 1. Вопрос для ответа. И вопрос с фиксированным ответом. Тот ответ, который попадался чаще, будет более большим шрифтом. Тот ответ, который попадался реже, будет более маленький. И также можем посмотреть статистику. Всего у нас 3 ответа. Совпадающих ответов 1. Это ответ 2. Окей. Ну, пока что все. Спасибо за внимание. Продолжение следует.